Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Интересно будет. Обещаю. Сегодня Мастер Спорта расскажет все о профессиональном хоккее в Самаре. Местный клуб ЦСК ВВС лихорадит ежегодно. Успех сменяется досадными поражениями в высшей хоккейной леге. Как прошел сезон для военных летчиков и почему команда закончила выступление в плой-офф уже после первого круга соревнований, Мастеру Спорта расскажет главный тренер команды мастеров Сергей Сошников. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рассчитывали на длинный сезон и на ротацию. Ну, так получилось, что мы потеряли, а кто-то приобрел. Поэтому где-то нам не удалось выполнить ту задачу, которую мы сами себе ставили. То есть ребята были настроены попасть в пятерку. Никаких партнеров или соперников удобных мы не выбирали. Мы шли уверенно и все сделали для того, чтобы оказаться в пятерке. И полторы минуты игры с Ростовом, казалось бы, с лидером дома. Но они наложили отпечаток, и мы все-таки оказались шестыми. Я это охарактеризовал именно так, что, видимо, ребята перегорели психологически. Психологически чересчур хотели, а мастерства как-то кого-то не хватало. Терпение – это и есть мастерство. И мы не смогли выполнить ту задачу, которую себе поставили. Вот этот надлом, он и повлиял, скорее всего, на быстрый вылет из плей-офф. В период паузы новогодней они имели возможность работать как в зале, так и в бассейне, в футбольных полях в их распоряжении. Целая Академия физической культуры и спорта работает на смоленскую команду. Ну и, соответственно, может… В общем, как это принято сейчас в современном хоккейне. Да, так должно быть. Да, тут удивляться не о чем. Если мы хотим результатов, мы должны выстроить инфраструктуру. И когда у нас есть возможность использовать все ноу-хау подготовки в спорте, тогда мы можем надеяться на то, что мы будем стабильны в своих результатах. Потому что стабильность – это и является признаком мастерства. Ну да, как вы на одной из пресс-конференций сказали, что как раз у нас отношение к нашему клубу в Самаре как к обычной дворовой команде. Ну, я бы сказал, что это был как раз критический момент. Поэтому необходимо было, наверное, так сказать. Может быть, это эмоции. Кто-то расценил это как попытку сделать себе алиби тренерского штаба. Я скажу, что это было неправильно. Потому что мы работали от начала до конца ответственно и с ребятами. И получили в конце сезона благодарность от своих подопечных за вот именно их отзывами о работе совместной. Но все закономерно. И рано или поздно, если есть спад, если ты целенаправленно работаешь, то у тебя будет подъем. И как только хоть что-то, глоток воздуха появился, то есть там все равно не сразу Москва строится. И те условия, которые улучшились в этом году, они улучшились в декабре месяце. То есть команда перебазировалась на лучшее место дислокации. То есть комфортное проживание. Это заслуга правительства в лице Министерства спорта. Очень здорово сделали нам возможность жить в Грации. Это первый отель трех звездочек, который получил лицензирование к чемпионату мира. Нас принял гостеприимно. Мы сейчас в великолепных условиях находимся. В пяти минутах езды от Грации. Это дворец спорта. Ну, спортивный комплекс «Маяк». Великолепные условия. То есть если сегодня мы получим этот комплекс в свое распоряжение, он станет домом для команды, это уже что-то близкое к Смоленску. Следующий сезон, где будете играть, где ваша будет домашняя арена, потому что если ничего не изменится, то ледовый дворец спорта, многострадальный, будет капитально перестраиваться. Ну, в первую очередь, конечно, новость о перестройке дворца спорта. Она каждого, кто хоть какое-то имеет отношение к хоккею, к спорту, в Самарском, у всех порадовал. Поэтому мы рады, что такое решение принято. Рано или поздно оно должно случиться, потому что многие ребята, вот я в том числе, мы приезжали в Самару еще 30 лет назад, и видим, что изменений-то в принципе никаких не произошло. Но это уже устаревшая модель, которая она заслужила уйти на отдых. Но в то же время печально, что к этому моменту не подоспели другие стройки. Ну, опять же, все сразу не сделаешь. Мы знаем, какие перспективы, какие планы есть, и этому рады. И видим, что действительно те идеи, которые в правительстве рождаются, они имеют свое воплощение. Я чужой человек был в Самаре, и сегодня я полтора года работаю здесь, я вижу, что здесь есть чем урадоваться. Даже за период моей работы здесь я вижу изменения. А уж не говоря, если вспомнить тот этап, когда я сюда приезжал гостем или функционером другого клуба. Поэтому очень приятно, что такое динамическое развитие приняла столица Самарской губернии. То есть в этом сезоне вы будете, в предстоящем сезоне, играть на маяке, правильно? Нет. Мы маяк будем использовать как дом. То есть это тренировочная база. Играть? По регламенту мы обязаны предоставить хотя бы минимальное количество зрительских мест, в районе двух тысяч и так далее. В связи с того, что у нас есть проекты, заложенный десятитысячник в районе основного стадиона футбольного, и ремонт затеянного Дворца спорта, о котором мы говорим к 2018 году, нам нельзя откладывать сегодня переход на более высокий уровень, потому что наши воспитанники, те, которые начали рождаться, и я имею в виду как хоккеисты рождаться, в видоизмененной детской спортивной школе спортивного клуба ЦСКА ВВС Комета, эти мальчишки будут разъезжаться, потому что все хотят играть где-то лучше. И нам сейчас дорогого стоит, большого труда стоит возвращать своих воспитанников. Сейчас на сборе, вот по окончании сезона, 19 воспитанников Самарской губернии находятся на тренировочном сборе. Ну, для понимания, это две трети команды. И возраста этих ребят, самые молодые, самые перспективные. Да, там есть и такие ветераны, там, скажем, аборигены Самарской команды, как Виктор Тихонов, как Андрей Чернов, но это, грубо сказано, 87-й год, 89-й год рождения, это не ветераны еще, и поэтому ребятам есть что передать, вот эту частичку самарского сердца, тем мальчишкам, которые 99-го года, на 10 лет младше, пришли сегодня в команду и желают в ней играть. Если только мы не решение, не примем очередной раз перейти в более сильные соревнования, нам сложно будет оставить их мальчишек, и они убедены. Ну, вот чтобы поставить точку в нашем разговоре, играть тогда в старом дворце в Тольятти? Нет, ни в коем случае. Самарский болельщик ни в коем случае не потеряет хоккей. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что подобной ареной, которая будет удовлетворять условия Федерации хоккея, регламент, ну, с определенной, так бы скажем, скидкой, это при соответствующих документах, которые будут поданы правительством, это ледовая арена, в которой играла два года команда «Комета» молодежной хоккейной лиги. То есть технически арена «Кристалл» соответствует всем параметрам. Нюансы есть везде. Нюансы сегодня даже в дворце спорта на Хаденке, в котором чемпионаты мира проводятся, и тоже есть нюансы. Поэтому если говорить о нюансах, если искать причину не принятия решения, то причину всегда можно найти. Если искать вариант решения, то решение готово. И на сегодняшний день принципиально мы уверены, что Федерация хоккея пойдет навстречу. Потому что если на всех этажах власти нас будут поддерживать, то чемпионат для нас будет досягаем. Все сегодня проникнулись этой идеей. Многих раздражало взаимодействие нашей областной команды «ЛАДА» с пензенской командой высшей лиги, которая в свою очередь тоже не попала в плей-офф, и «ЛАДА» не попала в плей-офф. Контрактные обязательства до 30 апреля платятся. И, соответственно, молодежная команда «ЛАДА» не в плей-офф. Фармклуб в лице «Пензи» не в плей-офф. «ЛАДА» сама не в плей-офф. Плей-офф попала только «ЮХЛ», и то на первом этапе вылетела. То есть все ребята рано закончили сезон. Если бы было взаимодействие между «Самарой» и «Тольянси», то та часть игроков, которая периодически ротировала между «ЛАДА» и путешествовала между «ЛАДА» и «Пензой», я думаю, она больше получила бы эффекта в плане тренировочного качества. Ну и они бы очень здорово помогли самарским болельщикам. Не исключено, что мы сегодня играли бы вместе с тем же «Ростовом» вместо «Смоленсков» по финале. То есть маленькая поддержка. Несколько игроков решали бы все. Потому что мы-то проиграли сопернику, который не был у нас сильнее. И вот эти вот нюансы взаимодействия, они настраиваются. То есть чувствуется, есть понимание в правительстве области, есть понимание в Министерстве спорта. И раз есть понимание, то рано или поздно этот шаг будет сделан. И я не хочу, чтобы все воспринимали, что «Самара» станет чистым формом «Тольятти». Нет, это не дочка команды «Лада». Дочка команды «Лада» — это «Ладья». А ЦСКА ВВС — это бренд. Это всем понятно. Это понятно за пределами Самарской области. Это очень здорово понятно всем представителям власти. И поэтому в данный момент не обсуждается тема какой-то замены, чтобы «Самара» стала чистым формом «Тольятти». Это неправильно было бы. Поэтому нам единственное предстоит вернуть, используя любовь и поддержку самарских болельщиков, вернуть славу. Над чем мы сейчас и работаем. Это был профессиональный хоккей на телеканале «Самара ГИС». Я Сергей Кизоркин. Не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8. Или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!